В деревне весну провожают, не оглядываясь на календарь. Здесь, в селе Глухово, еще помнят законы, по которым жили предки. А потому к вечеру на Всехсвятское воскресенье, последнее перед началом Петрова поста, люди выходят к сельскому ДК и ждут, когда коня поведут. Молодежь в основном приезжие этнографы и фольклористы, и глуховские бабушки. Праздник уже начали. Песня «Далеко, далече на той стороне, На той, на стороне, не признаем мне». И вот вдалеке, наконец, показалась шумная процессия. Во главе ряженый конь, которого ведет женщина, переодетая цыганом. К ним быстро подтягиваются приезжие в красочных костюмах и с музыкой. Своих гармонистов в населении осталось, а потому гостям рады вдвойне. И несмотря на такое количество фольклористов и этнографов, это не реконструкция, а один из немногих сохранившихся обрядов проводов весны. Почему праздник проходит так, из местных никто уже не ответит. Но воспоминаний с ним связано много. У нас была свадьба. Сашка. «В дом прямо в лесу». «У них прямо к нам, у них что, вот изломалось, они прямо к нам». «Она как бросилась из города, это, с нахата. Она как бросилась и спряталась». Бояться здесь, конечно, нечего. Ряженые цыганки весело и задорно останавливают проезжающие машины и требуют угощений. И пусть люди в машинах относятся к процессии настороженно, все же улыбаются и подают символическую дань, заряжаясь праздничным настроением. В соседнем селе Суворово тоже праздник. Да такой, что вороны переполошились. Всехсвятское воскресенье село разделилось на две части. У ДК гуляет местная молодежь. «Ловить здесь нечего. Здесь не молодежь, здесь никого нету. Здесь, короче, такое прям, извините за ворожение кухля. Серьезно, вот это вот не мое. Вот это вот скотина вся, вот это вот навоз». А вот приезжим так не кажется. Для них ощущение сельской аутентичности имеет жизненно важное значение. «Именно в деревне ты ощущаешь, что вот ты есть, ты человек, ты не просто так. Песчинка, там, искра от сгоревшего костра, которая сейчас вспыхнет и угаснет, и пропадет, там, неясно, в бытие». Фольклористы и этнографы собираются у Суворовской школы, рядом с экспозиционным центром. Директор местной школы Елена Скотникова создала в селе фольклорный ансамбль и этнографический центр, где школьники занимаются историей родного села. Результат работы – реконструкция избы 50-х. Этнографы с любопытством рассматривают экспонат, а создатели чувствуют себя здесь, как дома. «На ту пору разливалась вода, на ту пору разливалась вода». «Народные песни, они все хороши, потому что это красиво, это здорово. Ничего, мне кажется, никто не должен против них иметь, потому что это круто. И даже нас с современными второе место заняли». Но и этим девчонкам хочется в город, потому что кажется, что там больше шансов добиться чего-то в жизни. А фольклористикой и этнографией могут быть просто хобби. Правда, тогда, кажется, такие праздники, как вождение коня в селе Глухово, останутся только как реконструкция. «Мы очень приемны, мы всех принимаем, мы всех. А вот вам прям благодарны, вы такой нам сегодня сделали праздник. Спасибо вам». Екатерина Оруджева, Юрий Барышев, Объективно, ННТВ.